В Нью-Йорке открылась 79-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Главам государств в последний раз в качестве президента США обратился Джо Байден. Он призвал реформировать совбез ООН и назвал конфликты в Украине и секторе газа главными мировыми вызовами последних лет. На пороге Третьей Ливанской войны Цахал объявил о новой серии ударов по Хизбалле. В Бейруте заявляют о более чем 500 погибших за последние сутки. Владимир Зеленский утверждает, что конец конфликта в Украине ближе, чем многие думают, но не раскрывает подробностей своего плана победы до встречи с Джо Байденом. Автомобильная индустрия Германии демонстрирует признаки спада. Volkswagen сокращает расходы, продажи электромобилей снижаются, правительство обещает поддержку, но без быстрых решений. Дойдет ли до полномасштабного кризиса или новые стимулы все же смогут спасти отрасль? О плане действий из Берлина в большом неустойке совсем скоро европейский корреспондент RTVI Андрей Ежов. Народный банк Китая объявил о крупнейших за последние несколько лет мерах по стимулированию экономики. На что пойдет регулятор и почему именно сейчас? Узнаем в Большом Ньюстоке. Здравствуйте, в эфире RTVI Большой Ньюсток, в студии Юрий Кукин. В ближайший час я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях этого вторника. В Нью-Йорке открылась 79-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. В течение нескольких дней на трибуне поочередно выступят представители 193 государств, членов Всемирной Организации, а также наблюдатели от Ватикана, Палестины и Евросоюза. Главные темы – урегулирование конфликтов на Ближнем Востоке и в Украине. Именно их президент США Джо Байден назвал основными мировыми вызовами последних лет. По его словам, сейчас самое время для того, чтобы Иерусалим и Хамас заключили соглашение о прекращении огня. Но при этом Байден призвал западные страны продолжать поддерживать Киев, а также выступил за реформирование Совбеза ООН. Я хочу, чтобы мы действовали сообща, для этого мы должны построить более сильную, более эффективную и более инклюзивную Организацию Объединенных Наций. ООН должна приспосабливаться и привносить новые голоса и новые точки зрения. Вот почему мы поддерживаем реформирование Совета Безопасности ООН и увеличение числа его членов. Пришло время двигаться дальше. Совет Безопасности, как и сама ООН, должен вновь заняться работой, которая состоит в том, чтобы заключать мир, достигать договоренности о прекращении войн и страданий, прекращать распространение самых опасных вооружений. Для Байдена это выступление на Генассамблее стало последним в качестве президента США. Всего же в форуме примут участие 76 лидеров государств и 42 главы правительства. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров. Его выступление запланировано на 28 сентября. Острыми вопросами, которые также будут обсуждать на Генассамблее, по-прежнему остаются последствия изменения климата и экономическое развитие. Сессия продлится до 30 сентября. Ну а в преддверии Генассамблеи ООН Джо Байден поручил своей администрации проработать лучшие и окончательные предложения по прекращению огня в секторе газа. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на несколько чиновников, знакомых с планом. В Белом доме рассчитывают, что поскольку все внимание сейчас приковано к происходящему в Нью-Йорке, где и проходит заседание ООН, все стороны конфликта удастся привлечь к достижению договоренностей. Подробностей плана издание не приводит. Однако уточняет, что работу над документом осложняет эскалация конфликта между Израилем и Ливанской Хизбаллой. Иерусалим, несмотря на регулярные контакты с Вашингтоном, в том числе на высшем уровне, подробностями своих действий на юге Ливана не делится. Впрочем, о прекращении поддержки Израиля со стороны США речи не идет. Армия Израиля объявила о начале новой волны ударов по Хизбалле в Ливане. Ранее Бейрут сообщил о том, что число погибших за минувшие сутки превысило 550 человек. Ранены более 1600. Все это вследствие операции «Стрелы Севера», которую Цахал начал накануне. О самом кровоправлитном дне за последние 20 лет истории Ливана-Израильского конфликта. Материал Алексея Казанникова. Ранее утро в Израиле. 70-е шоссе, которое ведет с севера на юг через всю страну. Ракета, выпущенная с территории Ливана, бьет прямо по трассе. Водитель чудом успевает притормозить. В ответ о израильской атаке накануне ливанская военизированная шиитская группировка выпустила не меньше 165 ракет, сообщают Цахал. Большинство из них по северным районам страны. Включая Хайфу, которая попадает под ракетный обстрел Хизбаллы впервые с 2006 года. То есть со времен Второй Ливанской войны. В Хайфе живут почти 300 тысяч человек. На этих кадрах работа израильской системы ПВО «Железный купол». По городу было выпущено не меньше 25 ракет, утверждают Цахал. Большую часть которых армия обороны сумела сбить. Израильские власти сообщают о раненых, но пока не уточняют, сколько их. Иерусалим на фоне массового обстрела вводит режим особой ситуации или положения. Юридический термин используется в чрезвычайных ситуациях и дает властям больше возможностей по защите населения. До продления он действует 48 часов, то есть ближайшие двое суток. В израильский Бен-Гурион прекращают летать Азалм, Визейр и Бритиш Эйрвейс. До особого распоряжения, либо на 24 часа. Людганза, Австриан Эйрлайнс, Юровинкс и Свис Интернешнл отменяют все рейсы до 14 октября. Дельта Эйрлайнс сразу до конца года. Израиль не нападал на Ливан, не нападал на Хезбалу. Эта Хезбалла 8 октября начала обстреливать израильских мирных жителей на северной границе. И делает это уже больше 11 месяцев, выпустив 9 тысяч ракет. В результате чего 60 тысяч израильтян покинули свои дома. Мы должны действовать, чтобы остановить угрозу Хезбаллы. Хезбалла планировала устроить более масштабную бойню, чем 7 октября на севере Израиля. И нам придется убедиться, что на любой из наших границ мы в безопасности. И нет угрозы 7 октября ни на одной из наших границ. Никогда больше. С этой целью накануне армия обороны Израиля начала так называемую упреждающую операцию под названием «Северные стрелы». За минувшие сутки Цахал нанес по территории Ливана больше 1300 ударов. Как утверждают Цахал, истребители и БПЛА наносят удары исключительно по военным объектам радикалов Хезбаллы. На этих кадрах предположительно сначала поражение такого объекта, а затем самопроизвольный пуск реактивного снаряда после воздушного удара. Я думаю, что сегодня наступил пик операции. Мы фактически достигли ситуации, когда вывели из строя десятки тысяч ракет и их точных боеприпасов. Этот вопрос имеет решающее значение для возможностей Хезбаллы. То, что Хезбалла построила за 20 лет после Второй Ливанской войны, на самом деле прямо сейчас разрушается нами. И эта операция весьма впечатляет. Это самая трудная неделя для Хезбаллы с момента ее основания. И результаты говорят сами за себя. Ливанский Минздрав сообщает, что за минувшие сутки из-за израильских ударов погибло уже больше полутысячи человек. Больше 1800 получили ранения. На данный момент Министерство здравоохранения зарегистрировало 558 мучеников, в том числе 50 детей и 94 женщины. Это откровенно противоречит утверждениям израильского врага о том, что они нацеливаются на боевиков. Утверждением, которые не имеют ничего общего с реальностью. В Ливане сейчас массовая эвакуация. Все трассы превратились в одну большую пробку. Мы бежали от обстрела. Вчера бомбили наш город и другие близлежащие районы. Мы потеряли несколько мучеников. Спасатели оставались в нашем доме до 10 вечера, пытаясь извлечь тела. Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньягу при этом призывает население Ливана покинуть территории, где размещены объекты Хизбаллы. У меня есть сообщение для народа Ливана. Израиль ведет войну не с вами, а с Хизбаллой. Слишком долго Хизбалла использовала вас в качестве живого щита. Она разместила ракеты в ваших гостиных и ракеты в ваших гаражах. Эти ракеты и снаряды нацелены прямо на наши города, прямо на наших граждан. Чтобы защитить наш народ от ударов Хизбаллы, мы должны уничтожить это оружие. Армия обороны Израиля предупреждает вас, чтобы вы держались подальше. Я призываю вас, отнеситесь к этому предупреждению серьезно. Не позволяйте Хизбале подвергать опасности вашей жизни и жизни ваших близких. Не позволяйте Хизбале подвергать опасности Ливан. Пожалуйста, убирайтесь подальше от опасности сейчас. Днем в армии обороны Израиля заявили, что нанесли точечный удар по Бейруту. Беспилотник атаковал здание на юге столицы Ливана, где, как утверждают в Сахал, находятся штабные офисы Хизбалы. Как минимум один человек погиб, несколько получили ранения, сообщают ливанские СМИ. Wall Street Journal пишет, что Пентагон решил направить на Ближний Восток дополнительные силы. Так, накануне авианосец Гарри Трумэн, по данным американских СМИ, покинул порт приписки в Вирджинском Норфолке и вместе с тремя кораблями сопровождения предположительно направился в регион. Официальный же Вашингтон пока эскалацию на Ближнем Востоке комментирует только общими фразами. Наша общая политика остается последовательной, то есть мы хотим увидеть дипломатическое разрешение конфликта между Израилем и Хизбаллой. Мы хотим увидеть такое разрешение, которое позволит десяткам тысяч израильтян и десяткам тысяч ливанцев, которые были перемещены из своих домов, вернуться обратно. И это то, к чему мы продолжаем стремиться. При этом международные СМИ вовсю обсуждают вариант полноценной арабо-израильской войны, риск которой очень высок, отмечает посол России в Ливане Александр Рудаков. Он же порекомендовал российским гражданам воспользоваться оставшимися коммерческими рейсами и срочно покинуть страну. В Нью-Йорке, где сегодня стартует Генассамблея ООН, тоже выражают озабоченность. Увеличилась интенсивность боевых действий. Бомбардировки идут с обеих сторон. У каждой страны своя ответственность. Однако теперь мы видим, как мирные жители Ливана платят невыносимую, просто неприемлемую цену. В Иране заявили, что не должны позволить Израилю превратить Ливан в ещё один сектор газа. Однако Хизбалла, которую поддерживает Тегеран, не сможет в одиночку справиться с атаками Иерусалима, считают иранские власти. Правительство Исламской республики Иран решительно осуждает преступления сианинского режима в Палестине, секторе Газы и Ливане. И считает эти удары ярким примером серьёзной угрозы миру, безопасности и человечности. Мы обеспокоены повторением катастроф, подобных тем, что произошли в Газии и Рафахе. И поэтому требуем немедленного вмешательства Совета безопасности ООН. Предотвратить дальнейшую эскалацию войны между Израилем и Хизбаллой призвал и Верховный комиссар ООН по правам человека. Фолькер-Тюрк сомневается, что методы ведения войны на Ближнем Востоке сейчас соответствуют Международному гуманитарному плану по урегулированию конфликта в регионе. Алексей Казанников, Никита Токарев, RTVI. Ну а в самом Израилево и на политическое руководство продолжило сегодня кампанию по объяснению позиций Иерусалима. Нитанегу второй день подряд заявляет, что ливанцы и Хизбалла – это не одно и то же, а военное руководство докладывало о беспрецедентных ударах по инфраструктуре террористов. При этом ракетные обстрелы с севера не прекратились. Подробности узнаем у нашего израильского корреспондента Бориса Штерна. Он с нами на прямой связи из Израиля. Борис, приветствую. Какова обстановка сегодня? Как в Израиле оценивают военный потенциал Хизбаллы? Потому что третий день авиация наносит удары по объектам группировки, но интенсивность ответных обстрелов, кажется, не падает. Юра, привет. Очень легитимный вопрос. Вообще, все, что происходит сегодня, такая калька со вчерашнего дня практически полная. И даже, знаешь, такое ощущение дежавю. Год назад примерно армия опубликовала какие-то отчеты о возможном потенциале, ракетном потенциале Хизбаллы. Назывались цифры от 120 до 150 тысяч ракет разного калибра, разной дальности, разной мощности, которые есть на вооружении боевиков. И эта цифра тогда произвела на многих впечатление, особенно на фоне действий неизвестной авиации в небе Сирии, которая бомбила или уничтожала конвои, идущие через сирийскую территорию к Хизбалле, то есть уничтожала оружие и ракеты. С другой стороны, понятно, что все конвои уничтожить было невозможно, и Хизбалла построила очень серьезную подземную инфраструктуру. Поэтому все удары, которые мы наблюдаем за прошедшие несколько дней, они, в общем, впечатляют. С другой стороны, количество и интенсивность ракетных обстрелов израильской территории, пожалуй, сегодня не снизилась. Она примерно такая же, как вчера, примерно раз в 40-45, иногда чаще минут Израиль подвергается обстрелам. Сегодняшний обстрел утром, конечно же, был очень и очень печальный. Вот этот инцидент на 70-й трассе, который доказывает, что необходимо выполнять распоряжение службы тыла, и большинство водителей так и сделали. Тем не менее, утром было зафиксировано несколько прямых попаданий. Как минимум четыре человека получили осколочные ранения. Среди них женщина и мужчина, которые находились в машине и не успели даже выйти во время того, как звучала сирена. В один из арабских поселков израильских также попала ракета. Она попала в магазин, где, к счастью, в этот момент никого не было, от магазина не осталось ничего. И низкий, на самом деле, уровень раненых, низкий уровень людей, которые пострадали от ракетных обстрелов из Ливана в Израиле объясняется только двумя вещами. Первая вещь — наличие железного купола и противоракетных систем, которые действуют, но которые, к сожалению, не справляются на все 100% с этим ракетным потоком из Ливана. Запуски по 50-60-40 ракет в течение короткого времени не всегда можно полностью контролировать. Ну и, наконец, вот то самое выполнение распоряжения службы тыла и наличие инфраструктуры защитной, защитных помещений и бомбоубежищ. То, на что Хизбалла для своих граждан потратить деньги не захотела, потратив их на подземные тоннели и на всю подземную террористическую инфраструктуру. Так что вопрос о том, как долго это все может продолжаться, как это будет выглядеть дальше, очень и очень легитимен. Публикацию Wall Street Journal, которую упоминали в репортаже перед нашим прямым эфиром в Израиле сегодня тоже обсуждают. Выглядит она немного странно, так же, как странно выглядит заявление американских дипломатов о том, что вот сейчас, именно в этот момент, возможно, кому-то удастся договориться, но пока никаких договоренностей явно быть не может. В Израиле очень четко говорят или прекращение ракетных обстрелов, или продолжение войны, возможно, в полноценном варианте с наземным вторжением. И даже сами американские дипломаты, которые сегодня, например, направили письмо через Ливан, группа стран отправила письмо к Хизбалле с просьбой прекратить эти ракетные обстрелы. В рамках этого письма объясняется, что на Израиль больше повлиять невозможно, ничто не сдерживает царь, а, соответственно, развитие событий может быть, к сожалению, любым. Последний обстрел сегодня, вот из того, что я видел до начала этого прямого эфира, был в 19.30, опять практически вся территория севера была накрыта огнем. Ну и если сопоставить все карты за сегодняшний день, то, в общем-то, весь север от границы с Ливаном до Хайфы, где действительно впервые с 2006 года прозвучала сегодня ночью сирена, он будет покрыт красными точками. Это все цели Хизбаллы, которые к военным объектам, ну, практически не имеют никакого отношения. Юра? Да, Борис, ну вот в Нью-Йорке стартовала Генассамблея ООН, и, естественно, уже звучат опасения по поводу эскалации на Ливанском фронте. При этом, например, президент Ирана с трибуны заявил, что никто в регионе войны не хочет, ни Иран, ни Израиль. Вот что это такое? Тигрен меняет риторику? Ну, Генассамблея ООН в сентябре, как я уже говорил вчера, это такая мировая традиция, которая очень нравится всем политикам первого эшелона, суперполитическим звездам. Это очень круто, приехать в Нью-Йорк и выступить на таком форуме, когда тебя слушают и не могут выключить звук. Ну, то есть это действительно на многих производит впечатление. Пазишкиян позиционирует себя как реформатора. То есть если бы не произошел определенный набор событий, то, возможно, он бы повлиял на иранское руководство, то есть на духовное руководство, на Айтол. И, возможно, Тегеран мог бы изменить как-то свое отношение к тому, что происходит в регионе. Пазишкиян сказал сегодня, что ни Израиль, ни Иран не хотят войны и призвал всех сложить оружие, и в первую очередь Израиль. Но здесь, в общем, в Израиле, скажем так, грустно улыбнулись по поводу подобного предложения иранского президента. Вряд ли на что-то это влияет, вряд ли Иран изменит стратегически свою позицию. Но все его заявления и заявления иранских чиновников за последние несколько суток немного меняются. По крайней мере, вчера звучало заявление о том, что Иран готов к переговорам с коллективным Западом по поводу ядерной программы. Иран готов на то, Иран готов на это. Нужны какие-то конкретные действия. Если этих конкретных действий не будет, ситуация будет только ухудшаться. Безусловно, в Израиле гораздо более приятно слышать то, что говорит американский президент с трибуны Организации Объединенных Наций. Приятна поддержка Соединенных Штатов и большой группы западноевропейских стран. При этом, конечно, нельзя сбрасывать со счетов всю риторику иранских политиков, в том числе Пазишкияна. Попытку изменить имидж Ирана, не меняя сути конфликта и сути того, что происходит. С точки зрения Иерусалима, 7 октября стало возможно только при финансировании Ирана, только при участии иранских прокси. А, соответственно, Тегеран несет ответственность за текущую войну. А вот как она будет развиваться дальше, ну, к сожалению, непонятно. И точно не в Нью-Йорке это будет решаться. Юра. 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 Никаких уступок России в документе не содержится. Накануне в Кремле пообещали внимательно изучить предложения Зеленского, но как только они будут официально представлены. Подробности, вероятно, украинский лидер раскроет в четверг на встрече с американским коллегой Джо Байденом. Учебно-боевой самолет Беларуси нарушил воздушное пространство Украины. Тревогу днем объявили во всех северных регионах. Минобороны заявило, что Як-130 направлялся через Житомирскую область в сторону Киева. В СУ поднимали боевую авиацию, однако Як скрылся. Позже воздушные силы объяснили инцидент радиолокационной помехой. Тем временем по территории Украины только за последние сутки было совершено 72 авиаудара. Власти Харькова заявили о попадании снаряда в многоэтажный дом. Есть погибшие и раненые. Все подробности в сюжете РТВА из Киева. За прошедшие сутки число обстрелов позиций ВСУ и населенных пунктов упало с 6 до 5 тысяч, пишет в сводке украинский генштаб. В Сумской, Харьковской, Донецкой и Запорожской областях 113 сбросов авиабомб. Это окна, это крыши. Есть и крыши, частично поврежденные. Там достаточно заменить несколько листов шифера. Остальные требуют полноценной замены и капитального ремонта. Стоит задача выполнить эту работу достаточно быстро. Ведь осень – сезон дождей. Люди не должны потерять жилье. Ночью восточные и центральные области Украины атаковал 81 беспилотник. 15 попали по объектам энергетики в Миргородском районе Полтавской области. Сейчас без света 20 населенных пунктов региона. Также блэкаут в части Херсонской области. Дроны взорвались у подстанций. С 1 ноября в Украине вновь начнутся массовые отключения электричества, прогнозирует компания «Укрэнерго». Упадет выработка солнечных станций и начнется отопительный сезон. Блэкауты будут продолжаться от 6 до 14 часов. За прошедшие сутки российские войска продвинулись практически по всем направлениям в Донецкой области. Линия фронта не изменилась только на стыке с Луганской областью. Украинский генштаб утверждает, что все 143 атаки противника отбиты. Проект «Дипстейт» на своих картах показывает потерю ВСУ ряда позиций у Торецка, Покровска и Курахова. Ситуацию в Угледаре на юге области мониторинговые сервисы считают критической для сил обороны. Российские военные паблики сообщают о начале сражений на восточных окраинах населенного пункта. Сейчас ситуация угрожающая вокруг него, причем, опять же, благодаря реализации планов охвата оперативного или создания ситуации котла. И мы видим действия как с запада, так и с востока и с севера, то есть с тыла этой оборонительной группировки. Причем, значит, теряются со стороны сил обороны Украины очень важные, там, ВСУ-тые районы. Совет национальной безопасности и обороны стремительное наступление российских войск в районе Угледаров последнюю неделю объясняет уничтожением авиации укрепрайонов ВСУ по флангам. Кабы снесли позиции, заявили в СНБО. В оборонном комитете парламента считают, что в этом районе не проводилась ротация войск. Подразделения воевали 20 месяцев подряд. Военная администрация Харьковской области расширила зону обязательной эвакуации. Свои дома необходимо покинуть жителям 18 населенных пунктов на востоке региона. Это Боровская территориальная община. С 1 сентября в этом районе российские войска расширили зону контроля на 152 квадратных километра и практически разрезали группировку ВСУ на левом берегу реки Оскол на две части. До выхода к побережью остается 3 километра. Максим Плоткин, РТВА, Киев. В Шибекине, это Белгородская область России, ранен мирный житель. Об этом пару часов назад написал губернатор региона Вячеслав Гладков. Атаки днем подвергся и Таганрог. Там из-за падения дрона загорелся склад лесоматериалов. Как сообщает глава Ростовской области Василий Голубев, пожар быстро локализовали. Пострадавших и погибших нет. В свою очередь российский мэр Горловки Иван Приходько заявляет о ранении двух человек. МЧС добавляет, в городе погиб спасатель. Еще двое его коллег ранены. Они, по данным ведомства, пострадали при тушении пожара, который возник после обстрела. Ночью, согласно данным Минобороны России, средства противовоздушной обороны уничтожили 12 беспилотников над тремя регионами. Семь из них сбили над Белгородской областью, еще четыре над Курской и один над Брянской. В Российской Госдуме начали рассматривать законопроект о запрете Child Free, или, как его называют сами депутаты, о пропаганде осознанного отказа от деторождения. Об этом в своем телеграм-канале написал спикер Нижней Палаты Вячеслав Володин. По его словам, запретить пропаганду бездетности предлагается в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе. На решителей же будет ждать административная ответственность. Для физических лиц штрафы предлагается сделать в размере до 400 тысяч рублей, это около 4,5 тысяч долларов, для юридических – свыше 55 тысяч долларов. Сторонники инициативы заверяют, что людей, которые высказываются о нежелании иметь детей, это не коснется, а к ответственности будут привлекать лишь тех, кто намеренно призывает к бездетности. Как подчеркнул Володин, дружная и большая семья – основа сильного государства. В то же время спикер Госдумы опроверг информацию о том, что депутаты обсуждают другой резонансный законопроект об увеличении наказания за оскорбление чиновников и политиков в интернете. Ранее госагентство ТАСС написало, что срок за публичное оскорбление власти может составить до двух лет лишения свободы. Инициативу якобы уже поддержали в правительстве. На это автор законопроекта депутат Василий Пискарев заявил, что пока документ проходит стадию экспертной оценки и общественного обсуждения. А Вячеслав Володин добавил, что в Госдуму это предложение не внесено и депутатами не рассматривается. Сегодня в 6 часов вечера по времени Восточного побережья в Миссуре должны казнить Марселуса Уильямса. Он был признан виновным в убийстве бывшего репортера и социального работника Алиши Гейл в 1998 году. Однако анализ ДНК поставил его причастность под сомнение. Против казни выступал и прокурор, однако вчера Верховный суд США и губернатор решили не отменять казнь. Уильямс обратился в Верховный суд США. С подробностями Татьяна Бур. Репортеры дежурят у здания Верховного суда США. Они ждут противников смертной казни, а конкретно тех, кто выступает против приведения в исполнение высшей меры для Марселуса Уильямса. Его историю за последние несколько месяцев узнали миллионы. Она стала вирусной в социальных сетях. Это Марселус Уильямс. И завтра, 24 сентября, его казнят за преступление, которого он не совершал. Уильямса приговорили к смертельной инъекции за убийство бывшего репортера и социального работника Фелиции Гейл. 11 августа 1998-го женщина получила 43 удара ножом во время ограбления ее дома в Сент-Луисе. Уильямс заявлял о своей невиновности. Однако его подруга сказала, что видела вещи Гейл в его машине. Сокамерник, что тот в подробностях описал преступление. А вот главная улика, само орудие убийства, связь приговоренного с местом преступления, не подтверждает. В 2016-м на рукоятке орудия убийства было обнаружено мужское ДНК. И оно не принадлежало Марселусу. Но ни один суд не принял во внимание эту улику. Хотя три уважаемых эксперта подтвердили, что его ДНК на этом ноже нет. ДНК показывает, что Марселус Уильямс абсолютно невиновен. Но губернатор просто послал подальше 1,4 миллиона человек, которые подписали петицию с требованием отменить казнь. В этом году было назначено слушание по оспариванию предполагаемой вины Уильямса. Однако его отменили, поскольку в ходе нового анализа орудия убийства нашли ДНК сотрудника прокуратуры, который держал улику без перчаток. Против казни выступила семья жертва и действующий прокурор. За осужденного вступились активисты. Миллиардер Ричард Брэнсон посвятил обращению к губернатору газетную полосу. В США на каждые 8 казненных людей приходится как минимум один, кто был оправдан и освобожден от высшей меры. И никто не знает, сколько невиновных казнили. Подумать о судьбе Уильямса призывали и в Конгрессе. Марселус Калифа Уильямс будет казнен за преступление, которого он не совершал. Невзирая на убедительные доказательства его невиновности и общественное внимание к процессу, губернатор Миссури Майк Парсон не остановил приведение приговора в исполнение. За последние 40 лет в Миссури были оправданы только четверо приговоренных к смертной казни. С 1973 года 200 человек избежали ее в США. Проведенное в 2014 году исследование показывает, что по крайней мере 4% приговоренных к высшей мере невиновны. Большинство из них темнокожие. Привести приговор в исполнение собирались уже дважды в 2015 и 2017 годах. Предполагалось и заменить смертельную инъекцию на пожизненный срок без права досрочного освобождения. Но в этот раз Верховный суд Миссури и губернатор-республиканец Майк Парсон, которого в интернете теперь называют кровавым, остались непреклонны. 24 сентября Марселус Уильямс должен быть казнен. Господин Уильямс исчерпал все надлежащие правовые процедуры и все судебные средства, включая более 15 слушаний, в ходе которых он пытался доказать свою невиновность и отменить приговор. Адвокат Уильямса называет происходящее непоправимой несправедливостью. Миссури готовится казнить невиновного человека. И это ставит под сомнение легитимность всей системы уголовного правосудия. Учитывая все, что мы знаем об этом деле, включая новые детали, такие как отстранение как минимум одного чернокожего присяжного из-за его расы, а также то, что семья жертвы и действующий прокурор выступают против. Активисты вспоминают дела, когда обвиненные в тяжких преступлениях были оправданы спустя десятки лет в тюрьме, как освобожденный этим летом Кристофер Дан. Через 34 года после приговора он смог обнять мать как свободный человек. И пока Марселус Уильямс жив, у его защитников остается надежда. До казни несколько часов. Татьяна Бур, Антон Сухоруков, Артевиай. Десятки пенсионеров вышли на акцию протеста в Ливерпуле, где прошел ежегодный съезд лейбористской партии. Эта конференция стала первой с тех пор, как лейбористы победили на парламентских выборах. Транспарантами и громкими лозунгами демонстранты пытались привлечь внимание лидера партии и нового премьер-министра страны Кира Стармера. Они требуют, чтобы правительство отказалось от своих планов отменить пособие на отопление жилья. Каждую зиму британские пенсионеры получали от 200 до 300 фунтов стерлингов на оплату электричества. Однако теперь эти выплаты будут доступны лишь малоимущим людям, заявила глава британского казначейства Рейчел Ривз. Таким образом, официальный Лондон пытается восполнить дефицит бюджета. Протестующие, в свою очередь, советуют властям просто повысить налоги на богатство. Профсоюз механиков корпорации «Боинг» отказался от финального предложения руководства о повышении заработной платы. 33 тысячи сотрудников компании бастуют уже вторую неделю. Профсоюз и руководство не могут договориться о том, насколько и в какие сроки вырастут доходы работников. Механики требуют повышения на 40% за три года, начальство согласно на 30% в течение четырех лет. В корпорации считают, что это наилучшее из возможных предложений. В профсоюзе ответили, что отказываются даже голосовать за него. Лидеры работников рассказали Associated Press, что руководство отказалось от дальнейших переговоров с бастующими, а работники будут продолжать отстаивать свои требования и не вернуться в цеха. Забастовка привела к приостановке производства трех моделей самолетов. На время вынужденного простоя «Боинг» отправляет вынужденные отпуска без оплаты тысячи менеджеров ради экономии расходов. Бывший министр транспорта Сингапура частично признал свою вину в деле о коррупции. Об этом сообщает местный новостной портал CNA. Субрам Аням Исваран – первый за почти 40 лет сингапурский чиновник, который преследуется по такой статье. Судебный процесс начался в понедельник. Исваран согласился с обвинением в сопротивлении правосудию и получении дорогих подарков. В деле всего пять пунктов, хотя изначально их было 35. Прокуроры тут же заявили, что откажутся от всех остальных претензий. Исварана задержали в июле прошлого года. Вместе с ним в расследовании фигурируют два крупных сингапурских бизнесмена. По версии следствия, бывший министр транспорта получал от них в подарок дорогой виски, билеты на развлекательные мероприятия и даже возможность летать бизнес-джетами. Общий ущерб оценили в 310 тысяч долларов. Обвинение просило для чиновника 7 месяцев тюрьмы. Защита собирается сократить срок до двух месяцев, с учетом, что подсудимый уже компенсировал большую часть суммы. Немецкие автоконцерны переживают спад производства. Volkswagen объявил о сокращении расходов, и это стало заметным сигналом для всей отрасли. На фоне снижения продаж электромобилей ситуация выглядит еще более тревожно. Власти Германии обещают компаниям поддержку, но многие эксперты сомневаются, что она окажет мгновенный эффект. Грозит ли немецкому автопрому полномасштабный кризис или же меры смогут предотвратить катастрофу? Узнаем у нашего коллеги Андрея Ежова. Происходящее в отрасли уже стало поводом для большой правительственной встречи. Роберт Хабек, это министр экономики Германии, провел консультации с крупнейшими производителями и поставщиками комплектующих. Пригласили таких ключевых игроков, как Volkswagen, Mercedes, Audi, а также немецкое представительство компании Tesla и производитель запчастей и комплектующих компанию Bosch. Выделить одну конкретную причину спада продаж, само собой, невозможно. Это и постепенная потеря интереса к электромобилям. Если раньше немцы получали скидки и льготы за их покупку, то теперь госпрограмма это больше не действует. Падает и спрос в Китае. Для германских автоконцернов это важный рынок сбыта. До конца не преодолели еще и последствия кризиса, которому привела пандемия ковида. Уже после нее проблемы в автомобильной отрасли породили полномасштабные военные действия в Европе и экономическая реакция на них. Немецкая экономическая модель в последние десятилетия строилась на нескольких ключевых факторах. Во-первых, мы получали дешевый газ из России. Во-вторых, мы экономили средства, не вкладываясь в нашу безопасность и вооружение. И, наконец, мы были тесно связаны с Китаем, прежде всего, потому что там дешевле производить. Промышленные гиганты, такие как Volkswagen, уже начинают принимать непопулярные меры, включая сокращение сотрудников. Речь идет даже о закрытии заводов. Среди претендентов производственная площадка Audi в Бельгии. Растущие издержки при производстве электрокаров заставили концерн полностью пересмотреть производственную стратегию. К протестам на минувшей неделе присоединились как рабочие, так и представители профсоюзов. Мы пытаемся вести переговоры, но есть опасения, что Audi в итоге закроет предприятие. А это создаст проблемы для более чем 4 тысяч человек, как сотрудников, так и внешних подрядчиков. Это вызывает серьезное беспокойство. Проблема для всего региона. После всех усилий, которые мы вложили в работу на Audi, вот так нас вознаграждают. И получается, что сколько бы мы ни старались, для транснациональных корпораций все всегда одно и то же. Как только их карманы полны, они просто уходят. Это настоящая несправедливость. В Бельгии под угрозой тысячи рабочих мест из-за этого решения. Еще одна причина проблемы на европейском автомобильном рынке – это растущая глобальная конкуренция. Особенно со стороны Китая и Америки. В сравнении с США Евросоюз сейчас демонстрирует относительно слабый экономический рост. Это, среди прочего, обусловлено как строгой законодательной регуляцией, так и усилением экологических требований. Европейские компании также вынуждены конкурировать с субсидиями и поддержкой, которую получают их коллеги за океаном. А в особенности в Китае. В случае с Пекином Брюссель уже провел расследование, ввел дополнительные пошлины на поставки электромобилей. Их размер для разных компаний теперь варьируется от 17 до 38%. Я считаю, что уже доказано. Китай искусственно увеличивает производственные мощности с помощью субсидий, чтобы агрессивно захватывать рынки. Тем не менее, я не сторонник тарифов и компенсационных пошлин, потому что это, скорее всего, приведет к ответным мерам и втянет нас в тарифные споры и, возможно, даже в торговую войну с Китаем. Поэтому я настаиваю на политическом решении этой проблемы. И в ходе обсуждения все присутствующие в целом были с этим согласны. Торговые войны и, вправду, невыгодны самой Германии. В Китае работают заводы крупнейших немецких автоконцернов. И не исключено, что Пекин может прибегнуть к зеркальным мерам, и тогда в проигрыше останутся все. Пока же правительство Германии рассматривает точечные способы стимулировать рынок. Один из вариантов – финансово мотивировать немцев менять традиционные машины на электрические, давая скидки и льготы в объеме до 6 тысяч евро. Для компаний же, которые пополнят свои автопарки электрокарами, предусмотрена пониженная ставка налога. Впрочем, все эти меры пока весьма затратны для бюджета, всего же для преодоления разрыва. С китайскими и американскими конкурентами, а еще повышение конкурентоспособности в других сферах, цена вопроса для Евросоюза составит не менее 800 миллиардов евро. Такую оценку буквально неделю назад привел бывший глава Европейского центробанка Марио Драги. Андрей Ижов, Артем Прокопьев, RTV из Германии. Народный банк Китая объявил о мерах по стимулированию экономики. Как пишут ряд международных СМИ, например, британская Guardian, представленный пакет стал самым серьезным со времен пандемии коронавируса. Так регулятор решил сократить нормы обязательных резервов для крупных банков на полпроцента. Это, как ожидается, позволит направить на рынок около 1 триллиона юаней или свыше 142 миллиардов долларов. При этом центробанки не исключили, что могут повторить процедуры еще раз в этом году. Помимо этого, в стране станет проще и дешевле получить краткосрочный кредит сроком на одну неделю под залог ценных бумаг. Власти также планируют снизить ставки и по ипотечным кредитам, в том числе по уже выданным. Кроме того, для поддержания рынка недвижимости в стране понизят размер минимального первоначального взноса на покупку второго жилья. Курс юаня на фоне озвученных мер уже открылся на самом высоком уровне. С мая прошлого года выросли и основные китайские индексы. Разобраться в сути экономических решений китайского регулятора нам поможет профессор высшей школы экономики и ведущий научный сотрудник Центра социально-экономических исследований Китая Сергей Цыплаков. Он находится на прямой связи со студией РТВА. Сергей Сергеевич, здравствуйте. Добрый день, здравствуйте. Давайте попытаемся простым языком проговорить, что означают все эти решения китайского регулятора. Эти решения китайского регулятора означают это понятно. Они означают попытку стимулировать экономический рост. Поскольку Китай, в настоящее время экономика Китая сталкивается с довольно сильным воздействием тренда на замедление экономического роста. И вот поставленная китайским руководством задача обеспечить экономический рост в текущем году на уровне примерно 5%. То есть, иными словами, если по-простому говорить, это повторить тот же экономический рост, который был в прошлом году. Если мы посмотрим итоги первого полугодия, мы видим, что китайская экономика достаточно сильно замедлилась. Второй квартал экономический рост был только на уровне 4,7%. Ну, понятно, что пока нет еще данных по третьему кварталу, нет данных по сентябрю. Но если посмотреть данные по июлю и августу, мы видим, что полностью, несмотря на то, что даже Китаю удалось в этом году поддержать положительный темп роста экспорта, что очень важно для китайской экономики, тем не менее, вот вопрос внутреннего спроса, а внутренний спрос включает в себя потребление, включает в себя инвестиции, этот компонент экономический, важнейший компонент экономического роста остается слабым. И можно видеть, что динамика многих показателей снижается. Кроме того, китайская экономика испытывает достаточно сильное воздействие от продолжающегося уже третий год спада на рынке недвижимости. А там спад, в общем, достаточно глубокий. Он проявляется во многих, много у него проявлений. Во-первых, снижаются объемы инвестиций в недвижимость, снижаются объемы продаж, ну как в физическом выражении, то есть в квадратных метрах, так и в стоимосном выражении. Ну и надо сказать, что растет такой вот показатель, как объем нераспроданного жилья, ну нераспроданной недвижимости, а в основном это жилая недвижимость, объем вот этого показателя превышает где-то 700 миллионов квадратных метров. То есть это очень большая величина. Ну и, соответственно, сектор недвижимости, вот этот кризис в секторе недвижимости, он тянет за собой сложное положение для многих смежных отраслей. Ну, прежде всего, это строительство, а также производство строительных материалов, отчасти это производство электротехники, каких-то нужных деталей, компонентов и так далее. То есть целый веер отраслей. И в этих условиях китайское руководство, ну, попыталось, вот если исходить из сегодняшнего заявления господина Пань Гуншена, председателя Народного банка Китая, оно попыталось как бы заявить о наличии целого такого комбинированного пакета мер кредитной, денежной, кредитной политики с целью поддержать экономический рост. Вот если в самом, так сказать, простом выражении, ну, вот примерно дело так обстоит. Почему? Возникает вопрос, почему Китай сейчас объявил об этих мерах. Ну, отчасти я уже сказал, что главная причина – это замедление китайской экономики. Но есть еще, на мой взгляд, одна причина, которую надо отметить, почему сейчас об этом было заявлено. Мы видим, что в Соединенных Штатах буквально, ну, Китай – это было 19 сентября, в Америке это было еще 18 сентября. Федеральная резервная система наконец приступила к снижению ключевых ставок. И вот мне кажется, представляется, что вот это решение, в том числе ФРС США, оно как бы дало, в том числе, дополнительное такое окно возможностей, дополнительную, как бы, площадь для маневра и китайскому регулятору. Хотя китайский регулятор, в общем-то, с начала года продолжал политику постепенного смягчения денежной политики и кредитной политики, и ставки-то, в общем-то, снижались. Но он как бы действовал на контркурсах с Федеральной резервной системой. И сейчас, так как политика США поменялась, ФРС поменялась, для Китая тоже создались дополнительные условия. Это, может быть, не самая главная причина, но это одна из, так сказать, на мой взгляд, весьма значимых причин, которые подтолкнули китайское руководство. А понятно, что Народный банк согласовывал эти действия с высшим руководством страны. Вот к таким достаточно радикальным шагам. Сергей Сергеевич, да, и вот, собственно, вы уже начали про глобальную экономику тоже говорить. И понятно, что Китай — это глобальный игрок на мировом рынке. Поэтому, наверное, один из главных вопросов, а как вот эти решения банка, Центробанка Китая отразятся, условно говоря, на обычных жителях, причем по всему миру, на нас с вами? Что будет или чего ждать сейчас в этой связи? Ну, тут, вы знаете, я так скажу. Ну, при том, что, конечно, я уже говорил, что Народный банк Китая, он как бы заявил целый комплекс мер. Но не надо, так сказать, как бы... И мы видели сегодня, что там индексы, фондовые индексы Шанхайской, Шенчженской биржи показали очень высокий рост, там по 4%, а не более 4% был рост. Это очень большой рост, конечно. Но надо понимать, что вот эти меры, они не могут... Объективно они не могут... Эффект от них не может быть достигнут в течение недели. Он вряд ли будет достигнут в течение месяца. Потому что любые меры макроэкономического регулирования, они, в общем-то, действуют с определенным лагом во времени. И вот драматизировать вот эту ситуацию здесь не приходится. Если говорить о влиянии на внешний мир, ну, здесь вопрос скорее по-другому надо ставить. Какими темпами будет развиваться экономика Китая, вообще что будет происходить в экономике Китая. Если экономика Китая пойдет, ну, будем так говорить, по японской модели, я имею в виду, вот когда у Японии было потерянное десятилетие, или даже, как говорят, потерянные два десятилетия, то есть вот это длительное замедление экономического роста, отрицательная инфляция, и, в общем-то, как бы потери экономической динамики, то, что произошло в Японии. Это один поворот. И, конечно, для мира тут ничего хорошего, наверное, нет. Если говорить, вот, применительно к Китаю, сейчас, ну, для внешнего мира здесь важно что? Ну, если брать Россию, допустим. Если экономика Китая растет высокими темпами, то сохраняется достаточно высокий спрос на традиционные товары российского экспорта. Прежде всего, это энергоносители, это нефть, и, во-вторых, это металл. Вот две основные группы, на которые это будет влиять. Если же китайская экономика замедляется, то спрос на эти товары падает. И мы вот видим, допустим, что в этом году Китай, ну, в целом сократил импорт нефти. И вот это влияет. То есть, какой будет спрос Китая. Но спрос в Китае определяется не только действиями китайского руководства, не только действиями китайского центробанка. Он определяется и общемировой ситуацией. Я тем более сказал, что экспорт в этом году показывает, во всяком случае, вот за 8 месяцев в год он показывает неплохие результаты. Но нет уверенности, что рост экспорта будет продолжаться в длительной перспективе. Ну, то есть, Сергей Сергеевич, все-таки оптимистичную картину вы рисуете, и, как говорите, драматизировать не надо. Поэтому нам остается, наверное, только следить. И спасибо вам большое за ваш комментарий. Решение китайского центробанка по стимулированию экономики в прямом эфире обсуждали с Сергеем Цыплаковым, профессором Высшей школы экономики и ведущим научным сотрудником Центра социально-экономических исследований Китая. Но мы продолжаем. Власти Эквадора начнут отключать свет по всей стране на 12 часов в сутки. Эта мера – попытка справиться с тяжелейшим энергокризисом в стране. Его вызвало засуха и плохое обслуживание электростанций. Как жители справляются с постоянным недостатком электроэнергии, есть ли шанс исправить ситуацию, расскажет Александр Павлов. Так улицы эквадорских городов постепенно погружаются во тьму. Такая картина становится привычной для 18-миллионной страны. Наша энергетическая система в глубоком кризисе. У нас проблемы с генерацией, передачей и распределением энергии. Без света центральные проспекты, памятники архитектуры и тысячи жилых домов. На специальной пресс-конференции министр энергетики страны уже далеко не в первый раз за последние дни объявляет о новых ограничениях. Еще в конце прошлой недели в половине провинции свет отключили на 9 часов. И это при том, что на прошлой неделе в правительстве заявили, что электроэнергию будут отключать каждую ночь с понедельника по четверг на 8 часов. С 22 вечера до 6 утра. Сегодня у меня нет для вас хороших новостей. Давайте посмотрим правде в глаза и посмотрим на эту ситуацию честно и прозрачно. Вы знаете ситуацию, вы видите статистику. Уровень воды в Мазарском водохранилище достиг критически низких отметок. Но всех уже введенных мер оказалось недостаточно. Теперь без света эквадорцы будут сидеть уже 12 часов. Нынешний кризис вызвали несколько связанных между собой событий. Сильнейшая за 61 год засуха, из-за которой гидроэлектростанции оказались не способны вырабатывать достаточной энергии. Кроме того, сами плотины требуют технического обслуживания. ГЭС обеспечивает более 70% всей энергии страны. В районе плотины Мазар, например, дождей не было более 60 дней. Стратегическая задача состоит в поддержании работы гидроэлектростанции Мазар. Необходимо контролировать там уровень воды, чтобы контролировать национальную энергетическую систему. На фоне отключения энергии в стране власти предупреждают о разгуле преступности, которая и без того чувствовала себя уверенно в стране. На улицы вывели сотни полицейских и военных. Выходные задержали десятки подозреваемых в связях с организованной преступностью. Что касается рекомендации полиции. Если у вас не работает сигнализация из-за отсутствия света и нет генераторов, свистите свисток несколько раз и полиция отреагирует. Так мы поймем, что у вас критическая ситуация. Президент Эквадора Даниэль Набоа предупредил жителей, что возможны дальнейшие сокращения и даже введение других чрезвычайных мер. Все будет зависеть от того, восстановится ли уровень воды в водохранилищах. Набоа заявил, что к нынешнему кризису привела безответственность предыдущих правительств, которые не поддерживали инфраструктуру должным образом. С начала года правительству уже не раз приходилось идти на крайние меры. Сегодня мы приняли твердое решение. Мы объявили о чрезвычайном положении в энергетическом секторе. Я также попросил министра уйти в отставку. И мы начали расследование диверсий, потому что в определенных областях, на определенных электростанциях были диверсии. Тогда Набоа говорил, что кризису привели саботаж и коррупция. Подробности он не привел. Власти лишь отмечали, что к этому могут быть причастны чиновники, связанные с организованной преступностью. В частности, в апреле они могли намеренно опустошить Мазарское водохранилище, чтобы усилить энергокризис. Пошли преступники на это, чтобы сорвать референдум о расширении полномочий правительства для борьбы с наркокартелями. Несмотря на это, власти свое получили. Но проблема не ушла. В ходе речи, посвященной первым шести месяцам правления, Набоа заверил, что они ее решат. В Новом Эквадоре мы не только сокращаем дефицит энергетических потребностей, но и усердно работаем над преодолением энергетического кризиса, чтобы эквадорцы в будущем не знали, что такое нормированное потребление энергии. Другими словами, мы разгребаем беспорядок, устроенный теми, кто был до нас. Но все же в правительстве не раз отмечали, что главная проблема – это климат. В Британии подсчитывают ущерб от внезапного паводка. В Центральной и Южной Англии за сутки выпала месячная норма осадков. Затоплены дома и дороги, остановлены несколько линий поездов. Метеобюро страны объявило, что желтый уровень погодной опасности останется в силе как минимум до четверга, поскольку дожди продолжатся в Северной Англии, а в реках сохранится высокий уровень воды. В некоторых районах ожидается до 120 мм осадков. Это вдвое больше, чем обычно выпадет за сентябрь. Это был большой несток о главных новостях этого вторника. Вместе с корреспондентами РТВИ вам рассказывал я, Юрий Кукин. Еще больше новостей в телеграм-канале РТВИ и на нашем ютуб-канале. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова